Обвал рубля, о пользе агрострахования, об акции «Судьба солдата», а также о мерах для сохранения леса в крае. Обо всем этом поговорим в ближайшие три часа. Это тема дня в студии Алла Гаража. Всем здравствуйте. Итак, начнем мы с темы, которую активно обсуждают эти дни. Центробанк России принял решение поддержать рубль с помощью валютной интервенции. Это произошло после обвала цен на нефть. 9 марта, когда российские биржи не работали из-за праздников, курс доллара к рублю на онлайн-площадке Форекс обвалился до 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Цены на российские акции также рухнули. Виной всему обрушение цен на нефть. Оно произошло утром в понедельник. Цена упала на 25%. Это рекорд дневного изменения цены нефти для 21 века. Теперь нефть марки Brent стоит меньше 35 долларов за баррель. Накануне на фоне падения рубля ЦБ приостановил покупку валюты в течение 30 дней. Регулятор отметил, что мера распространяется как на регулярные покупки валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году. Банк России возобновит операции с валютой, ориентируясь на обстановку на финрынках в течение марта 2020 года. Что повлечет за собой обвал рубля? Чем грозит все это для нашего региона? Обо всем этом порассуждаем с нашим экспертом в студии экономиста Александр Полиди. Александр, добрый день. Я вас приветствую в нашей студии. Спасибо, что вы сегодня с нами. Спасибо. Что это? Паника? Кризис? Ни то, ни другое. Нужно всем оставаться спокойными. Давайте с этого начнем. Оставаться спокойными очень сложно, потому что, как вы уже сказали, беспрецедентное падение базовых экономических показателей даже для всего 21 века. Это два десятилетия все-таки. Поэтому оставаться спокойными сложно. Но и драматизировать ситуацию, поддаваться тем паническим настроениям, апокалиптическим настроениям, как мы видим сегодня и в прессе, слава богу, не в деловой прессе, а в такой, скажем, популярной, тоже не нужно. Я бы охарактеризовал, знаете, как? Что это турбулентность. Причем турбулентность глобальная, но в этой турбулентности практически нет экономики. Это турбулентность, которая вызвана а. природой, это коронавирус, б. это политикой, это развал соглашения ОПЕК+. И в. это, собственно, последствия психологических настроений глобальных участников рынка. Это снижение фондовых индексов, которое повлекло за собой даже при остановке торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, что случается крайне редко. По пальцам одной руки можно пересчитать такие остановки в течение, ну, наверное, лет 100. А мы можем говорить о том, что ситуация и так назревала, и плюс коронавирус, и все те вот вещи, которые вы озвучили выше, все это усугубило как-то? Да, усугубило, да. Но ситуация не то, чтобы назревала. То есть мы понимали, что, экономисты, что глобальная экономика, мировая экономика, вступает в фазу замедления темпов экономического роста. Это, опять же, объективный процесс, потому что цикличность экономических процессов, фазы оживления сменяются с фазами спада и так далее. Да, это закономерный процесс, но никто не ожидал, что это будет так драматично. И никто не ожидал, что на чисто экономические циклические процессы будет наложена и природа, и политика. А вот когда эти все три фактора сошлись, мы имеем то, что имеем. Хотелось бы все-таки узнать, как вы считаете, падение рубля продолжится? Какие прогнозы эксперты сегодня дают? Делать сегодня экономические прогнозы крайне неблагодарное занятие. И поскольку я себя считаю профессиональным экономистом, я этого делать категорически не буду, потому что прогноз основывается на расчетах. Расчеты в области природы и в области политики – это дело, по крайней мере, непродуктивное. Говорить о том, что замедлится ли или усилится ли падение рубля, можно исходя из факта. Вот то, что Центральный банк сегодня объявил о начале интервенционной поддержки рубля, говорит о том, что вот такого пикирующего снижения курса рубля ожидать не стоит. Да, он, конечно, не вернется на даже позавчерашние, позапозавчерашние значения, когда это было, там 75-73, тем более в начале года 67-69 долларов за евро, рублей за евро, я имею в виду. Но и ожидать того, что доллар, например, будет, как некоторые неэкономисты пишут, 100 рублей за доллар, да, там евро будет 100 рублей за евро. Конечно, это не так. И Центральный банк сегодня имеет очень хорошую инструментальную базу для того, чтобы не препятствовать, но, по крайней мере, нивелировать, сглаживать вот эти тенденции. Хорошо, прогнозировать не будем, но та ситуация, которая есть сегодня, что повлечет для обычного россиянина, для обычного человека, что мы имеем на сегодняшний день? Вы знаете, я скажу так, что ситуация, которая есть, турбулентная, она изначально деструктивная. И поэтому ожидать, что кто-то в этой ситуации выиграет, кроме профессиональных участников рынка, фондового рынка, которые могут сегодня приобретать акции на пике их снижения, а снижение просто сумасшедшее, 25-30%, некоторые секторы и некоторые компании снижаются на 75%, например, в авиационном, зарубежном бизнесе. Вот это хорошее время для покупок, и понятно, что кто-то, кто имеет сегодня капитал для того, чтобы вот эти дополнительные покупки произвести, свою выгоду, совершенно верно, на будущее заложить, но это будущее будет не завтра, не через месяц, может даже не через год, вот они выиграют. Все остальные непрофессиональные участники должны сегодня немножко отрезвиться и переоценить, скажем так, свои перспективы крупных покупок, или не делать резких движений в области покупки или продажи валюты. То есть сегодня время, которое нужно осмыслить. Дело в том, что когда рынок в панике, конъюнтура меняется абсолютно спонтанно. И сказать, что будет с курсом, не то что через месяц, а через час мы не можем. Поэтому, если вы не профессиональный участник фондового рынка, если вы не обладаете аналитикой, которая позволяла бы сегодня вам взвешенные решения по позиции, допустим, покупки новых акций, новых облигаций на рынке делать, вот лучше сегодня успокоиться и посмотреть, как будут развиваться события. Единственное, если у вас были какие-то валютные сбережения, которые вы хотели выгодно продать, для чего то, ну, например, для покупки квартиры, для погашения кредита автомобиля и так далее, да, это хорошее время. Что касается нашего региона, как на экономику Кубани может все это повлиять? В общем-то, так же, как и на всех, потому что мы являемся частью экономики России, Россия является частью мировой экономики, но с одним-но. У нас специфическая структура экономики, не характерная для вот типичного российского региона. Мы регион, который ориентирует на конечное потребление. И если говорить о том, что является базисом нашего экономического развития, это АПК, агропромышленный комплекс, конечно же, да, это курортно-рекреационный комплекс. И как раз эти два комплекса, которые могут и 100% удержат экономику края от серьезных таких вещей, ну, я не буду говорить от спада, но, по крайней мере, от рецессии, то есть от длительного замедления даже на каких-то кварталах спада. Почему? Потому что то, что мы едим, это наиболее консервативная часть потребительского спроса, то есть она снижается в самую последнюю очередь. То, что некоторые туристские рынки закрыты, не потому что не закрыты, а потому что есть здравый смысл, да, и люди переоценивают свои цели, намерения ехать в те страны, которые сегодня оказались под ударом коронавируса. Куда? Это все-таки относительно благополучная ситуация у нас в России и на наших курортах. Поэтому я думаю, что нас не может не затронуть эта турбулентность, но она нас затронет в гораздо меньшей степени, чем могла бы, если бы мы были, например, сырьевым регионом. Мы говорим о падении цен на нефть, да, но каждый раз в такой ситуации мы понимаем, ну, уже, как показывает практика, что бензин, к сожалению, не дешевеет, да, как хотелось бы. Да, это тоже закономерность экономическая. Вот почему? Вот можно еще раз объяснить, потому что всегда так этого ждут люди, а может бензин тогда подешевеет? Нет, бензин не подешевеет по одной простой причине, что если нефтяные компании снижают свои маржинальности и даже, может быть, терпят убытки на рынках внешних, с этим поделать они не могут ничего. Потому что доля даже наших крупнейших нефтяных компаний в мировом нефтяном котле, она весьма скромна. И повлиять на мировую конъюнктуру невозможно. И, как выясняют, даже политические решения типа ОПЕК+, они тоже не срастаются. Поэтому на внешнем рынке то, что мы имеем, вот те пики, да, спады и так далее, это то, что мы имеем. Поделать с этим ничего нельзя. Но на внутреннем рынке нефтяные компании могут контролировать конъюнктуру. Хотя государство, я называю это мягко, околорыночными мерами, потому что не прямые рыночные регуляторы, а где-то и административные, где-то и налоговые, где-то и джентльменские соглашения, но научилась регулировать цену, поддерживать, я не буду говорить регулировать, мягко скажу, поддерживать цены на внутреннем рынке нефтепродуктов. Но, понятное дело, что в таких условиях ожидать снижения маржинальности еще и на внутреннем рынке нефтепродуктов, это, конечно, утопия. Поэтому цена на внутреннем рынке нефтепродуктов в лучшем случае будет стабильной, но даже, возможно, мы увидим некоторую корректировку в сторону повышения. Но это будет очень такая скромная корректировка. Когда происходит обвал рубля, люди все-таки опасаются, что пойдет подорожание. Я знаю, что сегодня Минсельхоз уже сделал заявление, что не ожидается повышения цен на основные виды продуктов. Вы, как эксперт, подтверждаете это мнение? Я, как эксперт, могу сказать следующее. Цена – это есть функция спроса и предложения. И во вторую очередь на импортный товар – это функция валютного курса. То есть мы едим что-то не потому, что курс меняется, потому что у нас сформированы определенные пищевые и так далее потребительские привычки. И если мы говорим именно о рынке продуктов питания, то сегодня нет оснований для того, чтобы спрос на продукты питания рос. Да, курс, который будет влиять на импорт, он свое влияние окажет. И если это будет длительно, то, конечно, мы увидим повышение цен. И если коротко, все-таки советы обычным людям не поддаваться панике. Понятно, просто в Питере уже в обменнике выстраиваются в очереди покупать доллары. Мы покупаем доллары, мы оставляем в рублях. Ну, хотя бы маленький такой совет, чтобы сохранить свои финансы. Вот знаете, когда паника и когда градус накала очень велик, не нужно поддаваться этой панике, не нужно принимать эмоциональные решения. Конечно, экономика это наука рациональная. Поэтому если сегодня что-то и делать, то продавать какую-то часть валюты для того, чтобы сделать что-то. Или, например, дождаться будущего роста курса рубля, и потом уже другие действия разноправленные производить. Но главное это спокойствие и оценить реально свои финансовые возможности. Александр, спасибо вам огромное, что пришли, приснили ситуацию, дали совет. Экономист Александр Полиди был у нас в студии. И через пару минут мы вернемся для того, чтобы поговорить об агростраховании. Тема дня продолжит свою работу, не переключайтесь.